Регулировки через много лет. Я рад, что мы вот так вот встречаем своих знакомых, всех друзей. И это вообще-то радостный день. Через столько много лет мы собрались, что-то сделали и надеемся, что у нас что-то получится. Удовольствие поймать тот кураж, что иногда был у нас, достигали чего-нибудь. Дай Бог, будем надеяться, еще народу куча приедет. Мы рады видеть вас в нашем уютном ресторане. Ну что рассказывать, я не знаю, что говорить. Наш ансамбль. Не ансамбль. 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 Сформировался. Сформировался в прошлом году. Подчутким руководством. Подчутким руководством Николая Труша. Собвались музыканты. Которые на протяжении четверти лет. Периодически работали на больших площадках. И строят наши великие страны. Беззаветно в этом. Да. Иногда это бывало в Магадане. Да, на Камчатке. Кому-ка повезло. Да, кому-ка. Кого-куда, в общем. Занесло, занесло. И тут внезапно поддуль. Ветра перемен. Один из них сейчас долгит в барабан. Андрей Кошелюк. Барабанщик. Работавшись с такими командами, как Deep Purple, Pink Floyd, и на Zepelin. И Laid Zeppelin, да. Ну и что еще? Не нравится. В общем, музыканты у нас все сильные. Динадий Соколов нету, вот вы сейчас. Нет. Готовится. Он разыгрывается сейчас уже, наверное. Да, разыгрывается. Одним словом, Андрей, нам очень приятно, что попросила такая команда во главе Андрея Кон из состава такой мощной педагоги-компании АйС-ТВ, да? На АйС-ТВ. Наш маленький коллектив. Димачи, вокалист. Работающий в жанре арт-рок. Он очень любит такие песни, как... Так, я не забыл, вылетел из этого, потому что сейчас помню. Все невозможно и возможно. Вот, как-то грусти. Да. Что-то песня такая, простейсно такая. Когда не разу не слышал. Александр Ильич, будьте, пожалуйста, собраны. Здесь центральная территория, можно сказать, собралась нас посетить. Ну, когда наводящие вопросы не... Не за расчетом. Я не могу сосредоточиться. Когда впервые вы взялись за ноты? За ноты мы впервые взялись год назад. Неужели? Да. И вот такие успехи. У нас... Да, у нас успехи большие. У нас взял 4-5 битра. Да. Можно на них ставить ноты на сет. Олег Панкратов. Сейчас скажет вам пару слов. Я очень рад. Работаю с этим коллективом. Что сказать? Сам член этого маленького коллектива. Мы год назад собрались. Меня пригласили. Я доволен. Вот Игорь Попенко стоит рядом. Прячется. Сам сбалтовал, а сам не хочет заниматься. Это музыкант. С большой бутылкой. Да. Это пишет для истории. Для своей. Это не в детеремонии. Хорошо. Вон туда в камеру, пожалуйста. Хорошо. Этого человека знаю очень долго. С этим познакомился в процессе... Извините. Вашей работой. Так что я рад этим знакомством. Я рад. Камеру, пожалуйста. Камеру. Хорошо. Камера все слышит. Так что все нормально. Вот. Скажи. Да и что это. Это хорошо. Дети начинают. Они очень хороши. Молодец, Коля. Ты правильно сделал. Что-то в этой жизни я, наверное, сделал правильно. Притом очень правильно. Спасибо, друзья. Сейчас подтянутся еще остальные члены. На нашей большой команды музыкальной, да. Это будут... Колькиру с Южно-Скалинска, да. Я думаю, с Ковсакова, с Анью подъем. С Холмска. С Холмска и Ениевска. Поэтому ждем их гости. Надеюсь, что праздник в нашем узком кругу друзей будет на высшем уровне. Всем привет. Всем привет. Я житель и собольник. Вообще, очень приятно находиться на этом мероприятии. Получается, такой квартирник, я бы вам сказал. Потому что собираются музыканты, которые, в общем, для них это образ жизни. Неважно, кто чем занимается. И они уже практически профессионалы. Мы с Невизли приехали именно послушать качественный звук, качественную подачу и душевность. Чтобы получить удовольствие от этого. А сами сыграете? Ну, к сожалению, сами не сыграют. Если Мурт-Пауза будут, то просто, ну, если бы песни сам споют как гитару. По обстановке. По обстановке. А так, что нам группы не удалось собраться. А так как? Настроение? Настроение вообще, я приехал, сейчас настроить, просто самый такой интересный момент, когда настроение. Я и говорю, настроение бодренькое. Очень много знакомых, приятно, видеть. Вообще, чётко. Просто коньяк, это такая тусовка, что, блин, тех людей, которые давно не видел, просто тупо увидеть и пообщаться. Да, пообщаться. Вот это мурт-Пауза. Мы к вам приезжали, был кайф. Вы к нам приехали, ну, грубо говоря, да, что, блин, знакомые ли-то увидели. Просто потусоваться, нету твоему имени. Правильно? Правильно. Совершенно в точку. Да. Ради этого мы и создаём, чтобы общаться, получать наслаждение от этого. И просто, ну, вот, жить здесь. Просто этим жить. Потому что вот такие мероприятия. Вот, Касаковские приехали. Сюда молодцы. Ещё очень большое спасибо громадное. Когда приехали в Невельск, все выложились от души. И позитив. Просто вот всё мероприятие прошло на позитиве. И труда очень много вложили, вроде бы невидимого, кажется, да, в звукорежиссуре, в аппаратуре, там, во всех этих моментах. Вот за это ещё огромное. Это именно показаемый Невельского фестиваля. Вот за это вот от души. Да там вообще твой труд там вообще был колоссальным, потому что это не один. Общий. Общий. Ну, всё равно подача твоя. И самое главное, что там же было не просто поставить аппаратуру, там же много было таких действий, что... Нюансов много. Да. Что надо было разместить, приготовить. Всё это, ну, как бы да, это всё равно, что, знаешь как, вы ко мне домой в гости приехали, проходите. Теперь к вам приехали, вот так. Друг к другу по Сахалину и будем ездить в гости. Прикольно. Ну, конечно. Все же сопровождая игрой от души. Вообще чётко это прикольно. Да. Ну, всё, спасибо большое, друзья. Я пошёл дальше. Будем ждать, когда вы отыграете. Ну, хорошо. Попробуем. Сегодня ребят собрались. Удачный день. Удачный день. Ребята, вот поле практически год назад организовали свою команду. Почти, ты верёшься. Организовали свою команду, репетировали. И сегодня, как бы, их простава. То есть, сегодня... Казаковская команда. Сегодня они, как бы, хотят показать, что за год у них произошло. Собрались музыканты просто сходняк послушать, себя показать. Ну, это нормальная программа, нормальное действие. Что, блин, музыканты просто тупо собрались. И это... Это хорошо. Ну, что, я ярый представитель Корсаковской группы SG-клаб. Из города, соответственно, Корсакова. Ну, группа играет классический рот. Старается, пытается, вернее, играть. И наш, и трофейный. Ну, вот так вот. Ну, сыграете сегодня? Обязательно. Обязательно. Сколько? Еще десяточек-пятнадцать. Пока не остановят. Да, пока не заткнут. Практически, да. Пока батарейки не сейчас. Ну, и хорошо. Ребят, тогда ждем вас. Спасибо большое. Всего хорошего. До встречи. Ну, как у тебя настроение? Как? Андрей, прекрасное. Мы готовились. Целый поезд. Я думаю, как привет. Я знаю, вы год готовились. Ну, год мы приготовились. Ждаю друзей. Подписывались нашим друзьям. Порода Коксакова. Снеградская, Коксаковинская. Мы решили сделать какой-то. Медный вечер. Вот этот раз. Мне кажется, что он получится. Ну, как вы думаете, сколько команд сыграет? Какие будут песни? То есть, песни будут любимые. От и до? Те, что нас в окне, прежде всего. И те, что нравятся нам. Это самое главное. И самое главное, что с рукой? Отлыниваешь, что ли? Планета Земля имеет свойство убегать из-под ног. А мы ее догоняем. Неудачно. Ну, играть-то будешь? Ну, я постараюсь. Понял. А вообще, ну как, все ожидаемые бригады приехали? Конечно. Все, кого мы ждали, они приехали. Вот сейчас Сергей Бардон подойдет. Обязательно нам скажет пару слов. Надеюсь, что они будут приятные для себя. Вообще, это первое. Наше площадь. Мы всем рады, если кто-то изъявит шланг. Мы за что-то своем угодно. Вообще, ты надеюсь. Спасибо. А что, волнуешься? Конечно. Да ладно, это же для тебя, для личного. Ага. Леха, ну скажи пару слов. Да. А я тут... Ну, скажи, что, как настроение? Да, 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 да. Наше настроение, прекрасная погода. Всем привет. Ну, рад увидеть. Рад увидеть. Рад увидеть всех. Рад увидеть всех. Приятно. Кого долго не видел? И долго не видел, и недолго не видел. Всех рад. Ну, все, и сегодня в 100 дня, что, чтобы послушать, кто-как, и... Да нет, просто буду собраться, можно и не слушать. Как не слушать? А зачем выставили? Можно было просто посидеть и побухать. Ну, в принципе, для этого, да, и собрались. Что? Посидеть и побухать. Все. Всем привет. Спасибо. Группа SG-клаб, город Корсагов. Состав 4 человека. Бас-гитарист, барабачик, клавишные и гитарист. Все люди такого зрелого возраста, самые старшие это я и барабачик, Слава Саяхов и Яфьезов Андрея, нам 52 года. Но считаю, что жизнь настолько начинается. Ну, клавишек. Это же хобби или как бы жизненный... Что это? Это жизненная волна, это жизненный дух и дыхание в жизни, благодаря которому мы еще живем, дышим и радуемся тому, что нас окружает. А сегодня вот что у нас? Сегодня у нас просто праздник, я считаю, такой праздник для всех. Спасибо нашим коллегам Сио Сахаринска, музыкантам, которые сделали все это очень на высоком уровне. Прекрасная площадка, прекрасная аппаратура, прекрасные условия. И остается только просто выступить и показать, на что мы способны. Но способны вы на многое. Я-то с вами был в Нивельске и вообще был немножко шокирован, что у нас есть такие группы, есть такие люди, которые играют ту музыку, которую мы слушали в детстве. Это как? Ну, дело в том, что хотелось бы опять же вспомнить про молодежь, чтобы молодежь была лучше нас, так же как наши саня, дочери, дочери, а тем более в творчестве, в искусстве всегда хочется показать основу, на чем мы учились. А без основы ничего не будет. Те же Битлы? Да, те же Битлз, тоже группа Deep Purple, которые для меня это всегда было. Ну, судя по репетуару, не на первом месте. Ну, мы просто не сыграли в детстве, но судя по надеемся, что мы сыграем. Вообще, такие монстры того времени, как Юрохид, Deep Purple, Назовет, ну, Рейнбл взять, Ковердейл, Дэвид Ковердейл, которого я очень много. У меня нет музыкального образования, он все, что я умею вокалом, благодаря поводу Ковердейл. Низк на поклон. Жаль, что он меня не знает, и я его не знал. Но я не слышал. Но, с другой стороны, в Невельске вот все хорошо. Единственное, вот когда ветер с моря побывает, звук плавает. Но вот здесь, я думаю, будет нормально. Самое главное удержаться в своей гармонии и сыграть все право. И ничего тогда не будет. Ну, готовились? Да, конечно, мы готовились. Это очень серьезно для нас. Тем более, судя по тому, кто сегодня присутствует, слушатели, очень серьезные музыканты, и которые по достоинству должны оценить, кто сегодня и только мы, а кто сегодня просто будет так выступать, что они должны тоже хотя бы знать, кто их окружает в нашем мире. Сегодня просто так, между собой, музыкантами, просто увидеть друг друга, кто на что гора. Это обалденный праздник. У меня аж даже где-то щекочет. Просто, просто, кайф. Просто вообще обалденный. Все же, раньше, когда-то были сейшены, когда были именно живые составы, когда ребята просто приезжали в другой город и показывали, кто на что способен. В каждом составе, в каждом составе есть своя изюминка. Либо вокалист, либо гитарист, либо баскетрист, барабачик, либо просто программа сделана. Очень толково. И люди друг у друга просто учились. Но раньше аппарат был, грубо говоря, сейчас таким аппаратом можно делать такие выкрутации, блин. Да, сейчас у меня аппараты есть и школы. Только учись, понимаете? Ну, у тебя же нет ничего, но играйте-то вы, будь здоровы. Мы не стараемся, потому что не охота, как бы люди это слышали. Нет, но с другой стороны, вот Коля, ребята, они тоже, блин, считай, сутками здесь. Где-то, ну, как бы ни у кого же нет ничего за спиной. Вот у Лёхи только образование, то есть ноги. А где остальные так, слухачи, всё на ухо. Поэтому я считаю, что это нонсенс. Это вообще, да. Это очевидно невероятно, что такие люди, особенно в нашем возрасте, собрались, единомышленники, отложить какие-то свои дела, с какими они всегда найдутся. И бытовуха, и всё. Семья там, всё. И приходить заниматься любимым делом, которым мы дышим. Как Жили Пэйс сказал, его спросили, что вы больше боитесь этого места? Когда мне просто такое время настаёт, когда у меня не будет шут, хотя гитару на 10 лет. Ну, да, некоторые бабочек собирают, а вы, да. Ну, пока мы ходим, это тема, это общение. Да, это вообще-то здорово. Ну, видишь, как хорошо. Ну, а ты переживал. Ну, Коле пару слов. Коле, ну, самое главное, это ему творческих успехов, здоровья, просветания. И дай бог, чтобы это было сегодня последнее. Чтобы это постоянно проходили такие, ну, ситуации. Ну, в общем, чихотники, хотелось бы хотя бы раз-два месяца, чтобы с удовольствием, а сами как вот принимать участие, ну, и пригласили, не так вот, под открытым небом, а вот хотя бы зимой где-то, где-то, ну, такими вот небольшими составами, 5-6 групп, так что. По поводу нашего города, проблема заключается в помещении. Это ведь те времена, единственный, наверное, плюс был при коммунистах, что отчёт помещения не было проблем. Приказом производства был свой красный уголок, где-то там в ресторанах можно было проще всё это решить. А сейчас практически даже ресторанов-то не осталось. Катушки, бары, для себя. Ну, твоё пожелание, чтобы сходиться хотя бы раз-два месяца. Моё пожелание, чтобы в нашем городе был рок-клуб, чтобы где можно было принимать своих гостей, чтобы люди знали, куда и на что они шли. Не на Седую ночь, не группу рука, не на Стаса Михайлова, а на колоссийский тяжёлый рок. Ну, тяжёлый рок, но здесь же ребята будут играть всякую разную музыку, начиная... Единственное, что это уже живая музыка, это не минусовка, это как бы... Всё идёт от головы, через пальцы, через инструмент. Дело в том, что мы тоже не упираемся в тяжелятину. У нас тоже есть вещи, и свои вещи сегодня мы покажем, которые... Я бы не сказал, что они тяжёлые. Они актуальны и понятны. Те, кто будет слушать. Ну, всё, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok